В 1991 году Союз был накануне распада. Я помню, первый раз спросил нашего президента, почему он ведет такую отчаянную борьбу за сохранение Союза. Ведь ясно, что Союз вот-вот развалится. Это был разговор осенью. Он ответил так, что работая секретарем ЦК по промышленности, председателем Совета Министра Казахской ССР в 80-е годы, он, как никто другой, изучил весь народно-хозяйственный комплекс Советского Союза, хорошо знал промышленность, производство и структурированность экономики Казахстана, которая тысячами нитями была связана со всеми регионами России, особенно с Российской Федерацией. И он говорил о том, что если хотя бы на месяц оборвутся межхозяйственные связи, это приведет к катастрофе. Действительно, в 1994 году валовый внутренний продукт Казахстана упал до 40%. Это только в годы Великой Отечественной войны вообще было такое. У нас была катастрофическая вообще ситуация в Казахстане, когда производство практически встало, и инфляция, гиперинфляция ужасающая была, ну и так далее. Я не хочу сейчас это вспоминать. И именно в марте 1994 года, когда у нас была очень плохая ситуация в стране, в Московском университете, выступая здесь, Устан Абишевич Назарбаев выступил с идеей Евразийского союза. Тогда многие критически к этому отнеслись, думали, что это вопрос политической конъюнктуры, но прошло, скажем так, 18-15 лет, сейчас точно не могу сказать, и в 2007 году главы государств Белоруссии, России и Казахстана писали декларацию о необходимости создания единого экономического пространства, будущего таможенного союза, который неизбежно перерастет и в Евразийский экономический союз. Конечно, мировой финансовый кризис сыграл свою роль с точки зрения эскалации, в хорошем смысле, интенсификации этого процесса. Я думаю, что два года работы деятельности таможенного союза они доказали всему миру, резко усилился товарооборот, резко усилился товарооборот, в том числе и в торговле с Европейским союзом. Снятие многочисленных административных барьеров позволило казахстанским предпринимателям, российским предпринимателям и в таможенный союз резко поизменил ситуацию. К середине XX века три гигантских центра будут в мире. Это Америка, это Европейский союз, который может интегрироваться с нашим Евразийским союзом, и Азиатский, конечно, континент. В России обычно недооценивают немножко контекст, в котором действует Казахстан в тех конфликтах, которые, естественно, возникают и на постсоветском пространстве, и вокруг Центральной Азии. Я бы спросил так, на ваш взгляд, что важного, какие новые тенденции, изменения за последний год можно зафиксировать или отметить в отношениях Казахстана со странами региона? Прежде всего интересуют, наверное, Кыргызстан, Узбекистан, ну и в какой-то степени Турция и Китай. Еще в 1995 году наш президент предложил лидерам Кыргызстана, Узбекистана, Туркмении и Таджикистана создать Центральный Азиатский союз государств. Население свыше 65 миллионов населения, если совокупно брать, очень развитая инфраструктура, трудолюбивое население с давними традициями, я имею в виду, особенно, если взять традиции шелкового пути, торговлю, ремесла, ну и так далее. Рыночная модель Казахстана плюс объединенные ресурсы. Это была очень хорошая идея, в которую достаточно прохладно отнеслись, и никто даже не стал из лидеров рассматривать это. Вот эта тема интеграции, постоянного объединения усилий с точки зрения конкурентоспособности, особенно в эпоху глобализации, она настолько актуальна, и мне, честно говоря, непонятна часто позиция тех или иных лидеров по этому вопросу. Поэтому у нас торговля, допустим, с Венгрией или с Польшей гораздо больше, чем с Узбекистаном или с Туркменией, вот что печально. Что касается Турции, она занимает одну из ведущих позиций в плане инвестиций. Сотни совместных предприятий с турецкими предпринимателями работают в Казахстане. Кстати, недавно наш президент был на турецко-казахстанском бизнес-форуме. Он там был с единственной целью пропагандировать и в некотором роде рекламировать именно таможенный союз, показывать привлекательность таможенного союза для турецкого бизнеса. Недавно я был в Венгрии и в Польше, и я заметил такую тенденцию и у элит, и у предпринимателей, которые не хотят ни в коем случае дальнейшей интеграции в Европейском Союзе, внедрения евро на территории этих стран, и наоборот, с большой надеждой, оптимизмом и жадностью смотрят на Восток, на российский рынок, на таможенный союз, на те перспективы, которые открываются для их бизнеса. Значит, у нас, конечно, достаточно нормальные отношения с нашими южными соседями, но главный вектор интеграции, он выбран, это Россия. Но политика государства, как говорил Наполеон, по-моему, он говорил, определяется его географией. Вот у нас 2000 километров общей границы с Китаем, ну с Китаем мы никогда не будем интегрироваться, вы знаете, по каким причинам, я не хочу на этом останавливаться. Далее, вот с южными соседями такая обстановка, с Россией 8000 километров границ, включая морскую 2000 на Каспий. Это граница дружбы, открытая по существу граница, и с Россией мы прошли, имеем очень большой положительный исторический опыт. Я сейчас не буду останавливаться на исторических оценках прошлого, особенно в эпоху Российской империи и даже Советского Союза, но то, что казахи с помощью России в 20 веке сделали гигантский скачок, урбанизировав свою страну, создав промышленность, экономику, скачок, так сказать, из полу-качевого состояния. И то, что мы именно в союзе с Россией, я имею в виду в бывшем Советском Союзе, создали государственно-территориальную границу Казахстана, которая позволила нам в 1991 году провозгласить независимость, это, конечно, дорогого стоит. Мы сохранили язык, культуру, традиции, создали государственность, и с этой точки зрения у нас нет альтернативы, кроме как теснейшей интеграции и дальнейшего движения вперед именно с Российской Федерацией. И когда наши соседи, Кыргызстан, Таджикистан, сейчас настойчиво просятся в таможенный союз, мы только двумя руками за. Поэтому надо четко понимать, речь идет не о создании новой империи, речь идет о создании экономического союза равноправных государств, которая в 21 веке будет конкурентно способна в борьбе за рынки сбыта с Китаем, с Европейским Союзом, с Америкой и другими экономиками мира. Это вопрос номер один. Он жизненно важный для России и для Казахстана. Если можно, в двух словах, ваше отношение к нынешней ситуации в регионе Каспийского моря. Во-первых, вопрос статуса и его определения на позиции Казахстана в этом вопросе, хотя понятно, что с Россией все эти вопросы регулированы, тем не менее. И вопрос ситуации, складывающейся вокруг Южного Каспия, от рукопроводства Абминистана, Азербайджан, ситуация вокруг Ирана, которая может угрожать стабильности в этом регионе. У Каспии, насколько я знаю, были проведены очень интенсивные, достаточно доверительные и хорошие переговоры со всеми участниками, включая Иран. Вы знаете, в проблеме Каспия, если хотя бы одна из стран, приграничивая с Каспием, занимает отрицательную позицию по какому-либо вопросу, то этот вопрос фактически в тупик заходит. Что касается российско-казахстанских отношений, абсолютно никаких проблем не было. Буквально вчера я посмотрел очередной документ министра нефти и газа, значит, своим российским коллегой подписали по Кашагану. Крупнейшее нефтяное месторождение заработает. Уже со следующего года начнется. То есть наша цель в 2015 году иметь 150 миллионов тонн нефти в год. Я еще раз хочу подчеркнуть и акцентировать внимание на великолепных отношениях Казахстана с Россией, которые позволили нам пользоваться российской территорией, российским транзитом, продавать нефть, ГСМ, газ через Россию, Европу. И это позволило Казахстану сейчас иметь 85 миллиардов долларов в национальном фонде. Согласитесь, вот такие добрососедские отношения, конечно, взаимовыгодные, потому что часть казахстанской нефти идет и по российским трубопроводам и так далее. Но это не будут давать специфику и детали. Это, еще раз подчеркиваю, российско-казахстанские отношения являются самыми образцовыми и идеальными с точки зрения двухсторонних отношений. Как Ваш президент, уважаемый Фултан Абишевич, руководство рассматривает направление деятельности вокруг ситуации с Афганистаном? Дело все в том, что после переизбрания Обамы на пост президента он, по идее, должен выполнить свое обещание в 2014 году, вывести войска. А я помню, что еще где-то года полтора назад Фултан Абишевич заявил, что необходимо, так сказать, начать переговоры с умеренными группами талибов, вот потом как-то эта информация немножко заглохла. Вот продолжается что-то в этом направлении? Значит, я напомню вам, что в сентябре 2002 года Казахстан и Соединенные Штаты Америки подписали стратегические партнерские соглашения, большей частью касающиеся по борьбе с терроризмом, наркотрафиком и по вопросам безопасности в центрально-азиатском регионе, в том числе Америка рассматривает Казахстан как главного партнера по решению афганской проблемы, имеется в виду вывода американских войск из Афганистана. Это сложнейшая вообще технологическая и организационная проблема. Представляете, каждые 7 минут будет взлетать транспортный самолет с территории Афганистана, через северные воздушные пути Казахстана, железнодорожные транспорты используются, Каспийские порты Казахстана, круче, конечно, через российскую территорию. Надо вывести с территории Афганистана 175 тысяч 60-тонных фур. Это гигантское количество техники, оборудования, оружия, самолетов, транспортеров, танков, я не знаю, ну и так далее. То есть очень большая работа предстоит, и Казахстан, еще раз повторю, это один из главных участников решения этой проблемы. Что касается Афганистана, я вот недавно в Бенберском институте международных отношений выступал как раз по этой теме. Вы знаете, там на самом деле проблема сложнейшая. И 42 страны участвуют в разрешении этой проблемы. Вы же знаете, 87-90% наркотиков по-прежнему производится в мире, в Афганистане. Страна напичкана многочисленными супероснащенными лабораториями, которые глубоко спрятаны, законспирированы. И по-прежнему они производят героин, которым травят Центрально-Азиатский регион, Россию, Европу, весь мир. И столько лет, 10 лет находились американцы там, по-прежнему эта проблема не решена. Многие афганцы, представители государственной политической элиты, против вывода американских войск из Афганистана. Кстати, 30 тысяч инструкторов американских, они после вывода войск остаются в Афганистане, чтобы решать дальше эту проблему. Отчасти мы сами виноваты в этом. Я вам просто приведу один пример. Казахстан 100 тысяч тонн высокосортной муки поставил в Афганистан. 100 тысяч тонн. За один год только. И другие страны этим занимаются, Россия в том числе. В результате, в прошлом году или позапрошлом, цена на хлеб в Афганистане была самой низкой в мире. То есть афганские крестьяне вообще не застимулированы на то, чтобы выращивать пшеницу. Зачем пшеницу выращивать? Если с одного гектара мака, можно в 12-15 раз больше прибыли получить, чем с одного гектара пшеницы. Другое дело, что около тысячи или полутора тысяч студентов, афганцев мы готовим в казахстанских вузах. Это будущие врачи, инженеры, учителя, производственники, агрономы и так далее. Это по-настоящему действенная помощь. Поэтому мы постоянно занимаемся афганской проблемой и будем заниматься дальше.